всем привет меня зовут сергей приветствую вас на канале 1серж23 и так это последний заключительный ролик посвященный катеру окончании полному окончанию работ над катером билайнер 212 в работе катер находился около трех месяцев ну может быть чуть больше трех месяцев с ним проводилось огромное количество на самом деле работ то есть катер пришел в таком сложном состоянии сейчас увидите сзади меня горит блестит сейчас это я думаю очень хорошо видно на нем катер полностью заполирован на нем была глубокая полировка был отремонтирован корпус катер покрашен необрастающей краской новой соответственно через противоосматические грунты и через все остальное на него уставлен увленный холод отремонтирован якорный ящик изготовлен ходовой тент ну как еще раз говорю работ проводилось огромное количество и вот данный ролик посвящен еще раз говорю полному окончанию работ на самом деле как бы я не думал что катер будет выглядеть насколько хорошо по той простой причине что к если вы видели и следите вообще за роликами которые я выкладываю на канале катер был засран гелькоутом то есть имеется ввиду что засран это по полном смысле этого слова то есть изначально я думал что это напылена какая-то краска но это оказалось просто тупо напыленный гелькоут сделано это было творчески местами кусками по всему корпусу катера то есть все это тоже пришлось вышлифовывать также на нем проводились ремонтная работа соответственно по корпусу под нищу убирались сколы убирались повреждения то есть с одной стороны было достаточно большое повреждение которое полностью было отремонтировано пришлось ремонтировать со стекломатом далее закрывать гелькоутом соответственно то есть еще раз говорю работ работ катер был в работе очень долго но это бывает такая ситуация всегда то есть вообще на самом деле когда обычно приходит в ремонт лодки с которым говорят что надо их просто тупо причесать когда начинаешь копаться туда-сюда берешь 1 2 5 10 всегда вылезают какие-то косяки то есть не бывает еще не было ни одной лодки которая бы пришла без каких-либо проблем повреждений или еще чего-то что выяснялось прицепроцессе допустим глобального осмотра катера то есть это нормальный процесс даже здесь например пришлось отремонтировать ложемент переделать вот потому что даже вот такие мелочи которые как бы они мешают при нормальной эксплуатации лодки но при этом их делать необходимо то есть это выясняется только когда ты вот этот узел капнул причину почему такое происходит это просто что нужно четко понимать что все лодки которые приходят ко мне в ремонт это лодки старые это нормальный процесс то есть у нас не приходит редко крайне редко приходит новые лодки которые нужно просто собрать там которыми нужно что-то там вот просто поставить установить там либо просто заполировать или например гидрики бывают привозят просто чисто на полировку это бывает крайне редко в основной массе лодки приходят всегда с проблемами и проблемы эти бывают начинаешь как с этими проблемами сталкиваться когда выясняешь допустим копаешь одно место выясняешь что тут вообще очень все очень очень и очень серьезно так что вот такие дела давайте сейчас сниму камеру со штатива покажу вам как выглядит корпус лодки то есть работы все таки с ним проводились в основной массе корпусные я не беру допустим но берет вопрос о том что может вылезать например нужно было подкрасить ногу тупо начали разбирать защищать ногу выяснилось что есть наперет речи на ее необходимо было заварить для того чтобы продолжить работу все это это нормальный естественный процесс это не что-то там это просто вот лодки имеют естественные естественные следы эксплуатации и лодки с естественными следами эксплуатации то есть которые если если в них никто не лазал это хорошо если же у них кто-то лазал в этом принципе получается порой гораздо все более сложно и более геморройно потому что зачастую приходится переделывать то что было сделано допустим ранее кем-то другим так что вот такая ситуация поэтому это нормально то еще раз говорю что ко мне редко крайне редко приходит новые катера но они приходят на пошивы тентов там еще на что-то грима другие работа но в основном это всегда лодки которых эксплуатация 10 лет плюс 7 лет плюс 8 лет а в основном 10 12 15 лет плюс и эти лодки соответственно уже за свою жизнь многое повидали и имеют уже какие-то проблемы то есть это нормально не бывает старых лодок чтобы они были новые и как раз задачи которые ставятся передо мной это сделать так чтобы эта лодка после того как она вышла из ремонта выглядела максимально приближенная и по состоянию и по своим свойствам она возвращалась соответственно к новой ну не к новой но при была приближена к лодке когда вот она выходила свои верхи конечно с данным катером еще много работ будущем вероятно предстоит это и по салонам там и по ряду других вещей вот что является тоже естественными следами естественным возрастными следами эксплуатации вот а сейчас давайте я сейчас торможнусь на паузу вот ролик снимается в разрешении 4k надеюсь что будет видно все вот и горит не мстит то есть принципе сделано максимально приближена к тому что вот из нее вытащили все что можно больше из нее уже не вытащить то есть больше вытаскивать это уже просто но это чрезвычайно сложные дорогостоящие работы все а так давайте торможусь и давайте смотреть итак катер билайнер 212 вот смотрите сейчас это очень красивая нарядная лодка который будет владельцу однозначно приятно владеть видите в ней отражаются предметы отражаются в бортах борта зеркальные в них можно смотреться приклеены новые номера приклеены оригинальные наклейки приклеен билайнер вот это вот слово этот как его называется приклеен логотип но не логотип имеется ввиду вот эта наклейка билайнер 212 вот показывает все вот это было все приклеено новое но кроме вот наклеек бил этот названием лодки потому что их не было то есть их приклеили старые а все остальное абсолютно новые заводские наклейки приклеена вот это вот красная отбивочная полоса все заполировано было с лодкой проведена глубокая полировка обязательно посмотрите ролик посвященный приема лодки билайнера 212 вот этой лодки посмотрите как она выглядела вообще если честно я никогда не думал что после окончания работ она будет выглядеть вот так я думал что все будет просто неимоверно страшнее потому что ну первый раз когда я открыл корпус но но у меня так немножко под напугал если честно то есть потому что я думал что ее не сделать вот так как мы ее сделали но однако все получилось и так показываю вам ее сверху лодка чистенькая мстященькая на дневном свете она будет вообще очень красиво смотреться но и так вот видите все вот отражается буквально лодка в соответственно была покрашена необрастайки 3 люкс 33 темно-синего цвета через пять слоев противоосматического грунта дел шел 200 корпус был предварительно отремонтирован полиэфирной смолой и полиэфирным гелькоутом ярославского производства in 700 и через и про прямо грунт примакорно соответствующим образом лодка была покрашена не обрастающей краской но я вам ее показываю все ведь это отражается отражаются другой борт то же самое также приклеенные номера вот картинки воздухе скажем так пахнет до сих пор этом этим как его называется полершайном пастой для полировки катеров специализированной пастой полишаем 45 показывает посмотрим нищ ну здесь все ровенько нищего катера как будто вот она только сейчас вышла из магазина то есть в принципе очень надежно проведенный ремонт на катере отремонтирован ложемент то есть изменена немножко конструкция крепления самого ложемента корпусу вот показываю мы здесь делали специализированные такие вот своеобразные усовые болты для того чтобы можно было изначально здесь кстати видите вот торчат болты сейчас при на прицепе изначально здесь были широкие саморезы оцинкованные которые просто постоянно гнили и ложемент постоянно разбалтывался то есть вот этот дефект мы устранили то есть сейчас это все стало гораздо более надежным а так вот показываю смотрите . силы корпус то есть я считаю что в принципе мы сделали даже больше чем я ожидал вот непосредственно вот этого корпуса давайте пойдем на корму отображается в верхнем борту в нижнем борту отражается буквально кирпичи которые этот как он называется сейчас посмотрим какого корпус года так данный корпус 2004 года но вероятнее всего 2003 год модельный ряд 2004 года на катере покрашена нога ведь частично показываю заменено масло в ноге установлен новые холод гармин он его показываю то есть старый был демонтирован отремонтированы сидушки как еще раз говорю вот стоит тент тент шип здесь все это выглядит вот таким макаром пробки соответственно было разобрано поставлен на герметик и этого другой борт смотрите то есть все очень красиво нарядно как еще раз говорю первый раз когда я увидел данный корпус я думал что и вот только пускать под пленку то есть у меня вообще не было никаких надежд на то что удастся его сделать вот до такой степени до которые мы его сделали то есть потому что это действительно это гигантская работа но все получилось так что вот такая ситуация как еще раз говорю катер билайнер 212 все работы с данной лодкой вот сейчас он смотрится вот таким макаром отражаются фонарики все все корпус горящий или мстящий красивый катер все смотреть продолжение ну что ж посмотрите историю данной работ и вот вы посмотрели как она выглядит сейчас вы имели возможность увидеть ее вот уже полностью готовом состоянии когда лодка красивые и нарядные и ее уже владельцу допустим абсолютно не стремно сбрасывать в любом клубе со словами это мой катер все вот он такой историю этой лодки можно посмотреть у меня на канале там выложено много роликов посвященных работам которые с ней делать то есть принципе любые катера которые приходят в мастерскую проходят вот все эти стадии вот сейчас в работе находится несколько петеров вот один катер сейчас стоит другой сейчас вот я на него заделал тент сейчас у него будет мелкие доработки по работам после этого он все но у него основные работы это тент один катер у нас стоит на доделки на доработках и вот сейчас еще одного пришла сразу вот сейчас буквально и принимал в которой будет произведен перечень работ вероятно даже больше чем вот с этой с этим катером так что это все нормально это все делается если у вас проблемная лодка сейчас проводятся записи кстати на зимний ремонт имейте это ввиду то есть если вы хотите записаться чтобы ваша лодка попала на ремонт ко мне этой зимой то есть имеется ввиду зимой 23 года ну вот сейчас 23 года зимой 23 года я уже путаюсь какие сейчас года зимой 23 года необходимо записываться начинать сейчас по той простой причине что мы физически не в состоянии взять допустим более двух катеров за зиму на серьезные работы вот сейчас уже все в принципе вот лодка которая пришла она ждала в очереди достаточно долго и еще взяли все сейчас начнем ей заниматься вот это выйдет на ее место встанет как раз другая вот так что все вот такая вот ситуация как всегда запись прием заказов через почту почта 1серж 23 собака mail.ru пишите обязательно отвечу а так все спасибо за внимание до свидания